До окончания этой трансляции. Хорошо, Виктор, до встречи. Удачи вам, Людька. Спасибо. Значит, любители спортивной гимнастики, мы с вами начинаем показ чемпионата России по спортивной гимнастике. День, когда определяется лучший гимнаст страны. Вот мы сейчас смотрим на вольных упражнениях. На старт вышел Евгений Крылов. Стандарт фляг. Вот это блестяще. Он сделал два сальта, прогнувшись назад и с поворотом в каждом из них. Это сразу супергет, то есть элемент, который поощряется самой большой надбавкой. И вот тут же вам совершенно никчемная ошибка, но довольно дорогая. Она уже в районе полубала, сразу будет сбавка. С этого гимнасты, конечно, очень достатно, потому что... Вот это частое явление. Мы видим исполнение, мобилизуется спортсменное выполнение сложнейшего элемента. И тут же фальстарт или ошибка в более легком. Мальчик, то есть, ну, так, Женя Крылов, конечно, очень уже опытный гимнаст. Он мастер спорта международного класса. Поступает он за Уральский административный округ. И тренирует его Коротков Андрей Владимирович. Вот он уже и завершается. И прекрасно завершается. Сложнейший, опять же скажу, акробатической связкой. Ну, мы с вами были свидетелями. Он выполнил в последней линии два сальта прогнувшись. Это вообще так, изначально группа С, но так как это было в конце... Ой, простите, это группа Д, но так как это было в конце выполнено, определенно будет надбавка. Но вообще, конечно, предъявляется очень много требований к гимнастам, так же, как и к гимнасткам. Им надо выполнять не менее чем по пять специальных требований на каждом снаряде. Закончить свои упражнения сложным, либо со скоком, либо вот такой сложной, довольно акробатической связкой. Это все ставит спортсмена в трудные рамки. Вот на полу, так бы сказать, элемент, характерный для снаряда конь-махи. Но гимнаст легко и непринужденно владеет этим элементом на ковре, как говорится. И вот он довольно изящно показал нам круги с двумя угольных упражнениями. Вот рандат фляг, сальто с породами или твист вперед. Ну, такая, это уже, конечно, несложная, прямо скажем, связка. И вот здесь он показывает, казалось бы, такое статическое остановили на этой. Но из одной показали нам, как он, правильное положение рук, положение тела. Это гимнаст, когда начинает готовиться, то есть тренироваться, то он проходит хорошую хореографическую школу, школу тренерскую. В общем, учат правильно, с правильным положением рук, ног, тела, головы. Это все очень важно в нашем виде спорта. Ну, еще, коль так долго не выставляется оценка, я объясню. Значит, обслуживает соревнования шесть судей. И каждый оценивает, вернее, следит за ошибками. Но есть еще и эксперт, который определяет трудность упражнения. Сегодня всех гимнастов начинают судить с девяти баллов. Потом идет надбавка за особо сложные элементы, как это было и...